МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас вятая служба информации телерадиокомпании Гомель, в студии Александр Гамоля. Добрый день. Сегодня во установах эдукации Гомельской области прогучал опошний звонок, який символизует завершение чергового научного года. Он прозвенел для 145 тысяч наученцев больше 500 школ региона. Первоклассники почули его першиню, а для выпускников он обвестил момент развития со школьной партой и стал первым кроком у дорослое житё. Наши корреспонденты наведали некольких урочистых линейок областного центра. В гимназии номер 51 города Гомель опошний звонок для выпускников по традиции ладится на открытые плясовцы. Тем более, что тёплые солнечные надвори сприяют проведению свята. Церемония уручения узнагород за выдатную учёбу и перемоги в разных престижных конкурсах. Выхованцы 51-й гимназии с года в год подтверждают на их свои высокие веды и демонстрируют спортивное и творшее мастерство. Ширые слова пожадания выпускникам, а затем бодает самая крональная частка мероприемства – школьный вальс. Опошний звонок – своясабливая рыса, якая символизуя, что радостный и текавый период навышания застался уминулым. Напереде было и гимназистов, чекая дорослое життё. Я хотел бы пожелать всем выпускникам 2016 года прежде всего крепкого здоровья, благополучия, успеха, удачи, преодоления всех испытаний в жизни. И хотелось бы, чтобы и экзамены выпускные, и централизованное тестирование показали самые высокие результаты качества знаний наших школьников. Выпускники Гомельского городского кадырского училища свой опошний звонок сустрели у лепших армейских традициях. Адладженный строевый крок, выправка. Сдаётся, они уже зараз готовы приступить до своих будущих обовязков. Я горд, что есть такое учебное заведение, которое обеспечило, вложило фундамент будущих наших правоохранителей. Очень трогательно. Я высказал сегодня слова благодарности и нашим выпускникам, и преподавательскому составу, и нашим родителям, которые определили дальнейшую жизнь, судьбу, трудовую деятельность, правоохранительность системы. Усяго сёля та спадутульнага крыла установы эдукации Гомельщины выйдут больше, як 8 тысяч выпускников. А 12 приступок я не миновали напереде у их множества новых дорог. Вероника Ворошилина, Дмитрий Котов, Михаил Рабко, Валерия Гопанько, телератуя компания «Гомель». До иных тем. На Усебелорусском народном сходе, який пройдёт 22 и 23 червня в Минску, Гомельскую в область проставят 350 человек. Как ждёт основная увага, на этом форуме будет уделена экономичная модель развития нашей державы на наступные 5 годов. Но в Баку не останутся и другие сферы жизни. Наши корреспонденты встретились с делегатами схода. Переоценить роль у приватной компании «Ранок» для Светлогорского района складана. Телевизийные передачи этого предприемства сегодня могут принимать у всех же горы города и некоторых вёсок. Потенциальная аудитория – около 90 тысяч человек. Среди главных задач оперативное и докладное информование населёнства об усих подеях, з'явах и тенденциях, які оказывают вплыв на громадское житё региона. По судности, Светлогорский «Ранок» – приклад поспехового державно-приватного партнёрства. Но в Себелорусском народном сходе керавнисту предприемства готовы поделиться секретами такого супрациониста. На мой взгляд, Себелорусское народное собрание одним из посылов для, может быть, субъектов хозяйствования, для органов власти должно быть то, что только взаимодействие в тесном сотрудничестве, понимании мы можем вскрывать проблемы, которые возникают время от времени, мы можем решать эти проблемы вместе и мы можем двигаться вперёд. У Гомельской области культура николе не знаходилася па заувагой мясцовых органов улады. Але гэта не выключая наявності у гэтой сферы проблем, які необходна выращать. Областный музей военной славы – установа относна молодая, але уже вядомая, у шмат яких краинах. Гэтым фактом тут гэнерация, але не супакойваюцца. По великим рахунку, популяризация беларуских музеев у свете покидая жадать лепшага. У нас достаточно профессиональные кадры сегодня работают и в областных центрах, и в районных центрах, и в республике, безусловно. Но мы очень многое делаем профессионально, качественно, на высоком уровне, но не умеем это продвигать. У нас крайне слабо развитые маркетинговые технологии. Это то, что зависит от непосредственно самих сотрудников, где они могут работать. От супросовников музея сегодня саправды залежит шмат, але не всё. Размова перзавсю об захованости фондов. Некоторые рэши трапляют сюды у таким стане, что потребуют обовязковых рестаурацейных работ. Не шторобятся своими силами, але гэтага явно недостатково. А тому работники Гомельского областного музея военной славы на всебеларуским народным сходе лишать мэтазгодным узнять пытание об створении адзинага высокопрофессийнага рестаурацейнага центра. У рэште размова едзе об захованости культурной спадшины. Пускай даже это будет город Минск. Это серьёзная рестаурационная у нас лаборатория, где мы могли бы получить и первоклассную компетентную какие-то рекомендации, либо там могли бы произвести действительно рестаурационные серьёзные работы. У наступных выпусках мы протягнем знайомить вас с думками и пропоновами делегатов 5-го Усебеларусского народного схода. Наши корреспонденты працуют в регионах. Александрова, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, Игорь Марышенко, телерадиокомпания Гомель. Трагичная вестка на минулах выходных усколыхнула всю громадскость Гомельщины. Заучасно пошёл с життя талиновитый журналист, главный редактор газеты «Вечерний Гомель», засновальник и керавник выдавецкого дома «Вечерний Гомель Медия» Алексей Коноваленко. Сегодня у Гомельским областным объединении прав Союза отбылась церемония развития с ярким керавником и вядомой медийной особой. Коллеги и сябры, родные и близкие, ушиновали память человека, который унёс значный уклад в развитие белорусской журналистики и становление выдавецкой деятельности. Особистым прикладом удалось получав бизнес и громадские интересы. Ясше студентам журфака БДУ Алексей Коноваленко в начале 90-х пришёл в газету «Вечерний Гомель», а потом узначалю одну из самых аутаритетных выданий в области. Поздней он стал основальником выдавецкого дома «Вечерний Гомель Медия», который создал уникальное полиграфическое выдание про город над Сожем и его людей. Алексей Владимирович Коноваленко сама дана и широ ставился до своей справы. Заусюды был у творчым пошуку, не ушмат планов и нерализованных идей. Его життё оборвалось раптуна. На самом узлёте. Алексею Коноваленко было у сего 45 годов. Протягиваем выпуск. У выездных посаджений правления Белорусского союза Жанчин приняли удел представницы объединения зусих областей краины. Яны усклали кветки и вянки до мемориала у гонор-операции «Багратион», побывали на сельском святе у агрогородку Дуброва и наведали будавнейшую пляцовку по вытворшисти сульфатной белиной целлюлозы на Светлогорском целлюлозно-кардонном комбинате. Олег Сентюров, Володая, под обязанностями. У Вогули не было храма. В Белорусском союзе Жанчин погаджаются. Сегодня церковь не только место для проведения службы. Золиком и выховавшей роли. Это еще и складывающая той социальной политики, которая проводится в державе. Это пытание, до речи, члены Белорусского союза Жанчин плануют обмерковать на пятом усебелорусском народном сходе. Конечно, очень важно, как будет реализовываться программа семейного капитала. И мы сегодня хотим обсудить вопрос о том, что мы знаем, что до 2019 года семейный капитал, что стоит ли продолжать эту программу. А надо сказать, что благодаря введению и семейного капитала, и поддержке многодетных семей, количество многодетных семей по сравнению с 2009 годом, когда была перепись населения, последняя увеличилась на 23%. Это, конечно, весьма внушительная цифра. Агрогородок Дуброва, який наведуюсь представницей Белорусского союза Жанчин, ящедно подтверждение того, что у вязковых женщин великий потенциал. По великим рахунку, дякуючую первую чергу их намаганием, тут организовали День вязки со шматрикими аттракционами, концертами, гульными и уручением подарунков. Ветеранам, передовикам в творчестве, шматрятным мате и молодым семьям таких у Дуброви немало. Членов Белорусского союза Жанчин цикавить усеу, а тому от справа у вязковых до ситуации у промысловости. Завод судьфатной белиной целлюрозы у Светлогорску повинен быть сдаден в эксплуатацию в этом году, але об умовах працы у тем веку для работниц можно мерковать уже зараз. Центральный пульт предприемства нагадывает центр кирования космичными сподорожниками. Працовать тут будет комфортно, але для этого необходимо быть саправдным профессионалом. На пленарном посередине Белорусского союза Жанчин размова в деятельности областных организаций и ближайших планах. Тут и выпрацовка пропанов по досконаливанию законодавства об социальной обороненности и реализации права Жанчин на працу и подрыхтовка до 5-го Всебелорусского народного сходу. Жанчины в уголе не сбираются засоваться в боку от життя краины, а тому еще одно обмеркованное питание – удел у парламентских выборах. Для нас это тоже очень важно, чтобы в новом парламенте были представлены женщины, потому что у нас очень много активных людей, которые готовы принимать участие в управлении государством. Желают этого, они будут предлагать, опять-таки, и продвигать свои идеи, свои программы. Олег Сентяров, Валерий Капанько, телерадоэкомпания «Гомель», Светлагорский район. На этом выпуск завершен. У студии працевал Александр Гамоля. Добрых вам новинов и до встречи.